Дальше, слова в хадисе «Атаву Аллаху Кур'ан», Аллах дал ему Кур'ан, «Фауякуму виги ана лейль ва ана ан-нагар». Он выполняет его в часы ночи, в часы дня, соблюдает его. Аллах дал ему Кур'ан. Не имеется в виду, говорит, что он просто заучил слова Кур'ана, что ему даны слова Кур'ана. Аллах дал ему Кур'ан в плане ильма, в плане знания, в плане понимания, в плане амаль, в плане выполнения. Понятно? То есть это значит включать в себя религию всю. Не просто знание слов, а вся религия включается туда. Знание слов, понимание и выполнение деяния. То есть это и есть полезное знание, которое выполняет человек в часы ночи, в часы дня. И не только сам человек поклоняется Аллах посредством этого, он еще и учит людей, как в другой версии разъясняется. А почему? Да потому что, если ты знаешь Кур'ан и Суну, понимаешь, что ты видишь там приказ учить людей, доносить до людей. Правильно? Значит обязательно, что и учить тоже. И другая версия разъясняет это, что не только делать еще что, и учить надо. Дальше. Человек, которому Аллах дал имущество, и он тратит его в часы ночи и в часы дня, то есть тратит его на цели угодные Аллах, на пути Аллах, на родственников, на бедняков, тратит его на строительство мечети, тратит его на какие-то полезные дела и так далее. Мы говорили с вами из самых важных вещей, это тратит что? На пути призыва к Аллаху, обучение людей, распространение религиозного знания, потому что это основа основ. Это основа основ. А во главе этого, конечно, стоит что? Обучение людей чему? Таухиду. Помогай, помогай, в призыве к таухиду все силы прилагать для этого. Вот в этих вещах есть зависть. Допустима зависть и любима зависть Аллаха, то есть это белая зависть. А все, что кроме этого, все, что кроме этого тленно, бренно, приходящее, и если у кого-то есть что-то из этих благ бренных, мирских, то не стоит здесь что завидовать. Не стоит. Потому что мы знаем, что любое мирское наслаждение, любая какая-то мирская благодать, мирское благо какое-то, оно что уйдет? Скоро уйдет. Все, что у тебя есть, оно уйдет от тебя из мирских благ. Либо ты уйдешь от этого, либо это уйдет от тебя. Либо ты от него уйдешь, либо оно от тебя уйдет. Вот, кроме того, человек, на самом деле, говорит, ты можешь увидеть, что человек, которому что-то дано из мирских благ, как правило, как правило, эти люди, что они пребывают в тяготах, в переживаниях, в заботах, в несчастье. И почему? Потому что это добавляет человеку, что забота и переживания, на самом деле. Если есть мирские блага, человек думает, торговец, например, товар больше станет, товар меньше станет, да, цена поднимется, не заработаю, не заработаю и так далее. Вообще, может, ему говорят, это вещь известна бизнесменам, торговцам эта вещь известна. Действительно, посмотрите на торговцев. Вот, многие из них, они что, действительно люди нервные, но постоянно, постоянно переживания, постоянно не спит, постоянно мучается. Почему? Потому что вот эти вот заботы больше станет, меньше станет. Тем, если меня говорят, торговцы это знают, другие не знают, бизнесмены это знают, другие не знают. Как бы то ни было, похвальная зависть, аль-Хасадар Махмуд, в каком значении? В значении желать, в значении что? Желать того, подобных милостей, которые дал Аллах Субханава Тааля. И мы говорим, не завидуй никому ни в чем, не желай то, что есть у других, кроме как вот этих двух вещах. Это полезное знание и полезное имущество. Субтитры создавал DimaTorzok